Ну что? Подожди. Я все пытаюсь получить какое-то представление о Таити такое, чтобы оно было, так сказать, невероятное. Нет, нет, невероятное. То есть оно должно же быть Таити. Все хотят на Таити. Пока ничего не могу найти. Вот идем по парку, какой-то баньяновый парк, там одни бомжи валяются, сидят, пьют, едят. Люди просто так лежат. Куры бегают. Ну, куры бегают, это уже тут у них везде. Это как бы их традиционное. А вот это бомжары. Да, бомжи вот здесь тоже лежат. Здесь они... Это тоже бомжи. Да, но они манго продают еще, кроме этого. Эти-то ничего не продают. Я ничего понять не могу. Муж говорит, там вот это вот большое дерево, вот эту вот концовку покажи, да, крону. Он говорит, о, дерево Гогена. Ну, оно действительно очень высокое. Я говорю, о, какое интересное. А что он здесь делал, лежал под ним? Он говорит, да, не знаю, просто так назвали. Он говорит, нет, это не то. Надо дорогу перейти. Вот мы переходим дорогу, и вот это пониже дерево, но оно такое, ну, я не знаю. Нормальное дерево. Таких деревьев я видела очень много в разных местах. И как бы я не могу сказать, что оно какое-то необыкновенное. Таблички нету, но муж говорит, что это дерево Гогена. Так назвали. Не знаю. Чем Таити отличается от чего-то такого, ну, как сказать, чем оно отличается, чтобы я сказала, тут так невероятно, может быть, большим количеством трансов. Вот тут такое количество толстых людей, которые непонятно, мужчина или женщина. То есть, я даже вообще затрудняюсь увидеть, ну, признаки эти вот четко отличить. То есть, ресницы накрашены, губы, вот такие плечи. И не поймешь... Длинные волосы. Да, и не поймешь, мужчина или женщина, крашеные вот здесь сверху, выбритые вот здесь. Не поймешь, кто. Это вообще какой-то кошмар. Еще один момент, который поражает вот именно на Таити. Большое число полицейских. То есть, полиция тут ходит везде с бронежилетами или секьюрити, с пистолетами, с оружием. И ты уже думаешь, значит, тут опасно. Потому что там, где не опасно, там никаких нет охранников. Там всегда ты ходишь и все. У меня, конечно, может, свое превратное представление. Потому что вот Марина, сеньора Марина Дзена, она говорила про своего мужа Хорхе, что тот перуанец, когда видит много полиции, для него это, слава богу, все хорошо, все охраняется. А для нас, если полиция, то, значит, тут опасно, тут, значит, надо охранять. И вот у меня такое чувство, что здесь что-то не то, что здесь страшно, что здесь на тебя могут напасть, раз столько полиции. Вот так. Ну, в общем, я не знаю. Сейчас мы пойдем в парк. Может, я что-то в парке такое невероятное увижу. Пока вот, ну, ничего, ничего. Вот, поверни, пожалуйста, на ту сторону так. Вот, вот человек идет, да? Вот так это выглядит. Вот человек идет вот на эту сторону. Вот так это выглядит. Это Таити, если что, на минуточку. А то все говорят, езжайте на Таити. Мы вообще-то на Таити. Там отдых миллионеров. Да, мы вообще-то в центре прямо города. Папиетте. Не на окраине, не где-нибудь возле этого, как вокзала. Вот прямо в центре. Вот так вот все лежат, где можно. И сидят. Вот назад покажи, вот, где я стою. Вот это вот тоже товарищи позади меня. И я... Да, и везде такие. И если что, я в центре на минуточку. Ну да, вот горы есть красивые. Ну да, лайнеры тут стоят. Я думаю, если отъехать, это точно так же, как мы были на Восточном Тимуре. Ну мне это Денвер напоминает, что здесь одни эти наркоманы. И как они вот все за свои права-то боролись. Геи, ЛГБТ, короче. Или ЛБ... Как оно? ЛГБТ. В общем, короче, весь алфавит. Наоборот. Всем привет с Гаити. Давайте... Проверка неосорит.